доброе утро всем хорошей недели следующий шаббат это шаббат недельный глава баху катай будем благословить наступающий месяц иван маймер был сказан 1951 году давайте пройдем он даст вам хороший духовный заряд на всю неделю и я буду искать проходить прохаживаться внутри вас я буду вам богом и вы будете мне народом и я пойду вы с вами или можно сказать по виду вас кам с высоко поднятой головой или как примерно так можно перевести за куполе ты головой можно так сказать и так я буду проходить внутрь вас и будете мне на богом и буду вам богом будете мне народом я пойду с вами с поднятой головой можно перевести давайте так переведем надо понять в чем достоинство что такое буду внутри и находиться или ходить прохаживаться или вас про это сказано если вы будете к моим путями моим законами то есть если вы будете эти мои путями законами при этом условии я буду идти внутри вас написано за два месте написано в другой неделе главе за всевышний бога вашим идите за всевышним не внутри из за ним и в другой месте написано в другой недели главе идти по его путям и прикрепиться к нему за начальному grassroots и что Что значит идти его путям и прикрепиться к нему? Это значит, что если он милосердный, ты будь милосердный. Если он добрый, ты будь добрый. И так далее. То есть, есть всегда движение по путям Всевышнего. Что значит будет идти внутри вас? Что значит прохаживаться внутри вас? Как это понять? И это будет преусловлено, если вы пойдете по моим, дословно, хокотай. Это по моим законам, по моим правилам. И так же у нас понять, что такое я пойду с вами с высоко понятой головой. Или я поведу вас с высоко понятой головой. И комментарий так же говорит, что это не с горбленным, а с расправленной головой. То есть, высоко... Как бы с распрямленной головой. Тому это приводит два комментария на эту фразу. Первая идея в том, что... Как, например, шатер, который 100 локтей. Высота. Что такое с правильной головой? Как размер шатра 100 локтей. Вторая идея. Как два этажа. Как два уровня первого человека, Адама. Адам был 100 локтей. Как два Адама, это 200 локтей в высоту. По одной версии 100 локтей в высоту. По другой версии 200 локтей в высоту. Это называется расправленная голова. Так же надо понять, в чем преимущество этих всех уровней подъема, уровней воспрямления. И фразы «я буду идти внутри вас». И пойду с вами, как бы, с расправленной, с высоко понятой головой. Интересно, что все остальные заявления и свидетельства, они не связаны с каким-то конкретным временем. И речь идет о будущем времени. То здесь, в этом свидетельстве, речь идет конкретно про то, что это возможно в каждое время. В каждом, в любом, в любое время, в любом месте вы можете идти по моим законам, по моим правилам. И тогда я вам дам вовремя дождь и все остальные обещания, которые будут исполнены не при приходе машин, а в любое время. Известно заявление, факт, который мы находим в Талмуде, в трактате Танит, что во времена Шимона Бен Шетаха были пшеница такого размера, как будет будущее время. То есть, было некие часа природы, размеры урожая, которые обещаются именно только в будущем времени. То есть, пшеница была подобна той, что обещается в будущем времени. Также мы находим, что фразу, тоже имеющая отношение к будущему времени, «Дам я мир на земле, и никогда не будет засухи, таких как бы катаклизмов природных на вашей земле». То есть, фраза, фраза «я вам дал», «я даже дам вам мир на земле», что она вообще говорит о том, что даже те катаклизмы, которые будут на земле, они тоже будут так или иначе быть связаны с понятием мир. Это фраза, она использовалась с пророками Ягу, и пророками Ягу говорит о тех временах, что те события, которые связаны с войной, в частности, это история, когда сирийцы должны были, воевали с Египтом и прошли мимо Израиля, как бы, не дотронув Израиль. Это война, которая как бы не противоречит миру, война между соседями Израиля, не дотронувшей Израиль. И написано, что пророками Ягу, который таким образом комментировал, он был, у него было, ну, как бы, наказание за то, что он таким образом комментировал мир, который неполноценный мир. И причина была не в том, что он не видел чуда в том, что враги Израиля воевали между собой, не трогая Израиль, а в том, что, и он считал, что это времена Машииха, а в том, что то поколение, которое видело эти чудеса, это не было поколением Машииха. И то, что он привязывал события, которые происходили вокруг него с мессианскими временами, это было не совсем корректно. И мы понимаем, что, вернемся к тому, что мы начали, что те события, те благословения, которые даются, это не должны быть необязательны и совершенно не требуется, что эти благословения приводить к будущему времени. Это те благословения, которые может получить человек в любое время, в любом месте. И, в частности, фраза «И я буду находиться, проходиться, можно сказать так, проходить внутри вас, и будете идти с закупонтой головой», пишет Рамбан, Мошибен Нахман и Рабейн Бхайя, зная, что не было во времена ни первого, ни второго храма такого состояния у евреев, как написано в этой голове. И не были реализованы эти благословения в полной мере. И ни у множества народа, ни у отдельных людей, и даже у отдельных людей, которые были в абсолютной правильности и гармонии, не реализовались эти благословения, о которых мы читаем. И только в будущем времени, во времена третьего храма, они будут реализованы. Так говорил Рамбан Рабейн Бхайя. Но надо тогда понять, что такое «я буду проходиться внутри вас, находиться внутри вас». И что значит «я буду с вами находить…» И я пойду с вами двойной, в два раза выше, чем обычно. То есть речь идет здесь, безусловно, о каком-то состоянии необычном, а о будущем времени. И при будущем освобождения, очевидно, не касающемся нашего времени. Здесь надо разобраться. Потому что до этого мы говорили, что в наше время это доступно для людей, добиться такой праведности и такого уровня, чтобы это все ощущать. Заканчивая весь этот первый, на самом деле, первый абзац, это все попытка задать вопросы, ну не попытка, а так и есть, задаются вопросы, которые требуется решить. Вот фраза «я буду проходиться внутри вас, а не проходить внутри вас». Это фраза «аллахти» – это как бы идти внутри вас, а «гизгаллахти» – это дословно «проходиться», можно сказать. Вот «проходиться» – оно, фраза говорит о неком, хотя это по-русски звучит странновато, это некая обыденность и привычность в этом проходе. То есть прошел туда, прошел сюда, прошелся насквозь, мимо, рядом – это некая уже привычка прохождения. Это два вида прохождения. Проход сверху вниз и проход снизу вверх, ну в духовном плане. И эти два прохода одновременно проходиться – это идти одновременно сверху вниз и снизу вверх. И я буду внутри идти с вами высоко понятой головой и ввести вас высоко понятой головой. Говорится здесь в множественном числе. То есть вот эти камамиют, как бы речь идет, если мы говорим «камамиют» – это кама, это этаж. Засловно камамиют – это множественное число два этажа, два уровня, которые происходятся одновременно. Если мы говорим, что кама – это, скажем, двойное что-то и вверх, и вниз, и, скажем, снизу вверх, то камамиют – это два движения одновременно. И снизу вверх, а сверху вниз. Ну, это было все задавание, как бы задавались вопросы на нашу главу, на первую фразу нашей главы, потому что она нестандартная, она… Вообще наша глава говорит о благословениях и проклятиях. И в главе «Бухапатай» много проклятий, которые… 49 проклятий, которые в то же время являются некой альтернативой благословения в том числе. Потому что сказано, если вы не будете то-то делать, вам придут проклятия. Соответственно, если вы будете делать, то вам придут эти благословения. И проклятие – это некая реакция на нарушение. То есть, ну, здесь это не написано, но вообще наличие реакции означает очень острое, как бы, очень острое восприятие. То есть, если Всевышнему было бы безразлично, то мы бы не ожидали проклятий. Очевидно, те пункты проклятий и благословения, которые идут перед этим, они являются для Всевышнего принципиальными, и они как бы регламентируют его реакцию. И реакция – это активная, она не безразличная на проклятие. Проклятие – это реакция на нарушение, на проступки. И, соответственно, в обратную сторону, за правильность, за те правильные действия, которые делают евреи, это благословение и какое-то уникальное соединение со Всевышним. И вот эта первая фраза, в ней заложена некая суть понятия соединения с Всевышним, которое будет при праведности евреев, которое возможно, как мы говорили до этого, в любое время, в любом месте. Хотя мудрецы говорят, что такого не было никогда и при первом и втором храме, тем не менее, это потенциально возможно и до прихода Машириха. Надо разобрать детали этой уникальности, вот это благословение, буду проходиться внутри вас и будете как бы идти в два раза выше, чем обычно, можно так сказать. Итак, что такое прохаживаться? Надо понять, в чем смысл я буду прохаживаться внутри вас, это два вида прохода одновременно. Надо сначала разобраться, какие есть два вида прохода. И в каждом преимущество по отношению к другому. Это подобно двум людям. Один стоит высоко на горе, один стоит внизу у предгоря. И их соединение возможно двумя путями, их встреча. В том виде, что тот, кто внизу пойдет наверх, или тот, кто вверху пойдет вниз, или тот, кто внизу пойдет наверх. Какая разница между этими? Когда нижний идет наверх, то для этого есть несколько условий. Первое. Он должен знать пути и тропы, как подняться на эту гору. Второе. Что у него должны быть много сил, чтобы подняться вверх. И третье. Что у него должны быть соответствующие одежды, которые не должны ему мешать подниматься, а лучше помогать. И также в работе человека написано, кто поднимется на горы Всевышнего, и для этого должны быть те условия, о которых мы говорили. Знать пути, каким идти наверх. То есть, пути Всевышнего. Каким образом можно изучать Тору и исполнять западом. Это правильные пути. То есть, изучение Торы должно быть как положено. Изучение Торы ради самой Торы, а не для какого-то... Не для того, чтобы быть знатоком Торы, а для того, чтобы извлечь какую-то пользу из себя. Как написано в Амуде, что твоя специальность в изучении является источником освобождения. Ну, в смысле, что страх перед Всевышним является твоим сокровищем, которое приводит тебя к праведности. То есть, страх перед Всевышним, который описывается в Талмуде, является тем условием, которое обращается к человеку во время суда и спрашивает его, ты поступал истинно, ты выделял время для изучения Торы, если у тебя был страх перед Всевышним в изучении Торы, то тогда это засчитывается. Если не было страха перед Богом, то это не засчитывается. То есть, здесь приводится даже такой пример, что такое страх перед Всевышним. когда один человек говорит своему посланнику, подними мне сюда емкость с пшеницей и принес ему. Сказал, смешай ее с рожью. Он говорит, посланник говорит, может быть, лучше не поднимать рожь и не смешивать ее с пшеницей, потому что вот эта смесь, она плохо сохраняется, если их смешать. то есть лучше, можно сказать так, что страх перед Богом это та основа, без которой портится, можно сказать, изучение Тора, о котором мы говорим. это та кондиция, которая позволяет человеку впитывать слова Тора правильно. И тем более, если человек учит, а не выполняет то, что он учил, то есть, это еще хуже, про которое сказано, злодей, говорит Бог, что тебе исполнение моих законов. И человек, который может учить Тору и быть полон проступков, полон неправильных действий. И то же самое при исполнении заповедей. Исполнить заповедь может быть как положено, как и написано в Салмуде. Есть заповеди по почитанию родителей. можно так, человек может попасть в ад, если он почитает родителей в том виде, что он их позорит. То есть, он исполняет заповедь почитания родителей не так, как положено, позорит их, может попасть в итоге в ад. И тоже исполнять заповеди должно быть не для какого-то обогащения, либо для какого-то прославления себя именно как положено. То есть, нужно знать, как служить Всевышнему. что такое пути Всевышнего, какая разница между путями Всевышними. Есть широкие дороги для всех, а есть узкие дороги для одного человека. Есть путь подняться наверх к Всевышнему в виде познания Бога. И человек приходит через познание Бога к любви, к Богу и страху перед Богом. И посредством этого поднимается на горы Всевышнего. И это движение, как человек приобретает любовь к Богу и страх перед Богом в процессе изучения Тора и выполнения его пути за счет раскрытия своей божественной души. И божественная душа, влияя на животную душу, она раскрывает и страх и любовь к Богу. У каждого еврея есть страх перед Богом и любовь к нему, которая находится внутри его души. И раскрывая Бога внутри себя, он раскрывает эти качества. Это один из путей. И один путь, когда и обязательные условия, это раскрытие не только божественной души, но тоже раскрытие потенциала животной души, чтобы животная душа раскрыла внутри которой тоже есть потенциал любви и страха перед Богом. Это следующий уровень, это более высокая ступень. Животная душа должна быть не только помощником, не только должна аннулироваться перед божественной душой, и не только может быть помощником божественной души, но вообще может быть даже и путеводителем для божественной души, потому что потенциал животной души и корень ее выше, корень божественной души. И обязательно условие, что одежды, в которых человек идет, должны быть соответствующей одежде, чтобы одежды помогали человеку в подъеме. То есть что такое одежда? Это его мысли, это его речь, это его действия, то, что ему помогает подняться на горы, то, что позволяет соединить его в гармонию животной божественной души. То есть в этом есть два уровня. Это есть жизненность и чувство, которые есть в этих буквах, сама форма этих букв, и жизнь, которая есть в этих буквах посредством тоже раскрытия любви и страха перед Всевышним. И когда человек задумывается в сознании божественности, то это рождает любовь и страх, который называется крыльями, посредством которых человек поднимается наверх. Любовь и страх это, почему они называются крылья? Очень интересно это написано в Тании. Они у птицы, по идее, это дополнительно, это не является как бы сущностью тела, но благодарим она поднимается наверх. Любовь и страх это некая основа движения, но они должны пробудить сами человеки, самому человеке эти стремления к исполнению заповедей сжения Тори. таким таким здесь о том, что слезы являются неким проявлением раскрытия раскрытия божественности в человеке, потому что слезы являются выражением раскрытия неких и страха любви внутри человека только не на том этапе, на котором не на начальном этапе, словом начальном так некорректно, не на этапе только движения человека вверх, а на пути соединения всевышнего человека. То есть что такое, например, есть слезы радости или слезы стыда или слезы горечи. Они выступают из глаз человека, когда происходит соединение душевных качеств человека с с тем, на кого они направлены. И это вызывает такую реакцию. То есть некое раскрытие этого соединения. Интересно, что слезы как максимальное выражение эмоций способны тогда, когда эмоция, на кого она направлена, она находит какое-то ответное действие, когда она в тольном виде соединяется в душевном виде, в эмоциональном, интеллектуальном внутри человека. Это безусловно форма раскрытия этих эмоций, и это явно усиление этих эмоций за счет соединения с тем, на кого они направлены. таким образом, когда мы говорим про подъем, например, в рай, который называется Ганеден, который называется Гора Всевышнего. С одной стороны, мы говорим, что Гора неодушевленный предмет, это камни, но когда человек поднимается наверх, в этот Ганеден, это подъем снизу вверх, это подъем из нашего материального мира в духовный мир, и она предполагает некий отрыв от материального мира. И более того, когда мы говорим о подъеме, есть два уровня Ганедена, нижний рай и верхний рай. Это каббалистические понятия, сейчас я дочитаю до точки, я вам объясню. И человек, когда поднимается из нижнего рая, верхний рай, он должен забыть все, что связано с понятием нижний рай. Мы можем говорить о том, что нижний рай, верхний рай это духовные миры, по разным мнениям, в одном это уровень, нижний рай это мир яйцера, верхний рай мир брия, а по другому мнению, нижний рай в мире брия, и верхний тоже в мире брия в разных уровнях. По третьей версии нижний уровень мира рая, это мир брия, верхний в мире оцелут, внизу мир оцелут. И это духовные миры. И подъем из одного духовного мира в другой духовный мир предполагает полное отрицание предыдущей ступени, потому что наличие связи с предыдущей ступенью не позволяет подняться вверх. Вообще, для того, чтобы человек мог подняться на более высокую ступень, он должен абсолютно оторваться от предыдущей ступени, потому что вся связь с предыдущей ступени это гиря, которая тянет человека вниз, которая не дает ему возможность подняться на более высокую ступень. То есть, если человек хочет добиться качественного прогресса в изучении торы, он должен полностью поменять технологию изучения, технологию подхода к этому изучению, должен по-другому начать смотреть на исполнение заповедей, чем дело до этого, если он хочет добиться сущностного качественного изменения в уровне своего соблюдения, он должен поменять полностью свою мотивацию, это такой некий качественный рывок, это не просто улучшение предыдущего, это качественное изменение того, что было до этого, сущностное изменение. Как мы знаем, что Робизейра, что он постился сто дней для того, чтобы забыть Вавилонский Талмуд, потому что ему надо было пойти в землю Израиля и начать изучать Иерусалимский Талмуд, потому что Вавилонский Талмуд, который он знал, он был в тот вид изучения тех логических цепочек, которые есть в Вавилонском Талмуде, он мешал ему в изучении Иерусалимского, он его запутал в изучении Иерусалимского Талмуда, и также в Ганеден, в раю, подъем с нижним Ганеденом в верхний Ганеден, посредством реки Динур, вот эта река, это каббалистические такие термины, река Динур, это река, разделяющая нижний и верхний рай, это мы найдем в главе Берешиды, говорится, как Всевышний создал рай, и там реки, которые его разделяют, это духовные уровни, которые отделяют один уровень духовного мира от другого уровня духовного мира, и это река, разделяющая нижний и верхний рай, река, которая отсекает полностью знание нижнего для того, чтобы подняться наверх, чтобы нижнее знание не не тянуло человека вниз для подъема, для того, чтобы мог полноценно подняться наверх. или в дополнение к этой реке Денур есть тоже столб, который идет между нижним и верхним райом, и посредством эта столба происходит подъем, то есть с одной стороны есть полное разделение знаний, с другой стороны некий путь и подъем, как ты можешь подняться. И когда мы говорим про множество ступеней, которые идут от нижнего и верхнего рая, и когда мы говорим, что есть два уровня рая, два верхнего и нижнего рай, на самом деле это очень упрощенная схема, есть очень много ступенек между верхним и нижним раем, некие разные подуровни, которых и мы говорим о том, что человек каждый день, молясь три молитвы, проходит три уровня подъема, и на самом деле на каждом языке есть множество подъем ступенек от одного уровня другого, и для того, чтобы подняться на более высокую ступень, надо, как мы говорили, оторваться от предыдущей ступени, это только это позволяет подняться на более высокую ступень, как человек переходит на более высокий уровень, должен оторваться от предыдущей на ступеньку, ему надо оторваться от предыдущей ступени и подняться на более высокую ступень. Я несколько раз об этом говорил, что вообще подъем на более высокий уровень, это безусловное испытание, проходя который поднимается на более высокий уровень, но испытание состоит в том, что есть мгновение, когда человек отрывается от предыдущего, но не встал на более высокий уровень, это невесомость, это есть некое испытание духовного подъема, это есть мгновение, или несколько мгновений неустойчивости, и безусловно, когда человек поднимается на более высокий уровень, чаще всего это связано с прохождением некого испытания. Как написано, у правильников нет покоя, которые идут от одного уровня к другому уровню, это подъем от одного ступени к другой ступени, и это именно связано с его служением внизу, в материальном мире, и его служение в материальном мире, оно обеспечивает его духовный подъем в последующем, и подъем его от одного и другой ступени. Есть те души, которые доставятся только в итоге находиться в нижнем раю, а есть души, которые поднимаются до верхнего рая, но даже те, которые поднимаются в верхний рай, должны сначала пройти нижний рай. Ну, это логично, это верхний рай, нижний рай, это на которых души находятся, и подъем от одного и предполагает постепенный подъем. Это тот подъем, который называется подъем снизу вверх, связан напрямую с нашим служением, с нашей работой. то есть подъем снизу вверх, это постепенный подъем от одного уровня к другому, в зависимости от качества служения, в зависимости от объема служения каждого человека, от намерений в его служении. Это постепенное постепенное возвышение между различными духовными уровнями, мы их называем нижний рай, верхний рай, и мы говорим, что между этими уровнями есть много подуровней, и так далее, и так далее. А спуск сверху вниз, он вообще не предполагает никаких тех условий, которых мы говорили выше. То есть тот, который находится наверху горы, для того, чтобы спуститься, он уже знает все пути. он уже как-то поднялся, то есть знает тропинки, как можно подняться. И этот человек безусловно сильный, раз он уже поднялся. И соответственно, и вообще, чтобы спуститься сверху вниз, не нужна такая сила. И безусловно, он сильный человек, но ему не нужны эти силы для того, чтобы спуститься. более того, раз он находится наверху, он уже апрелори сильный человек, а нижнему тот находится, не надо доказать, что он сильно поднявшись, тот наверху, он уже сильный, он уже наверху. И не так важны одежды, потому что для спуска не требуется столько испытаний. И это более, можно сказать, с одной стороны, простая задача, и с одной стороны, а с другой стороны, сам факт нахождения наверху предполагает те знания дорог, те силы, те одежды, которые позволяют ему находиться наверху. Также было придарование Торы, который был спуск сверху вниз, как написано, спустился Всевышний на гору Синай. То есть, по большому счету, спуск сверху вниз не предполагает никакой условий статуса нижнего. То есть, неважно, на каком уровне находится нижний, сверху спускается вниз, и все. написано, при выходе из Египта написано, потому что убежал народ, как сказал фараон. то есть, если бы сказали фараону, пошлите освободить мой народ, то евреи не могли в то время выйти спокойно из Египта, не могли медленно и размеренно выходить из Египта, потому что у них животное начало было максимально сильно, они были связаны с Египтом. И им необходимо было убегать из Египта, потому что любой оборот назад, любое замешивание приводило к тому, что они оставались в Египте. Они были невероятно крепче связаны с Египтом, чем с свободой, чем с горой Сина и будущей, и с понятием выход из Египта. они были на 49% вплоть от Египта. И поэтому от них требовалось именно убежать из Египта, а не выйти из Египта. И эта работа с Фирата Омер, вот эти, мы говорим, что выход из Египта, это 49-я ступень нечистоты, их надо все пройти, очистить сеть 49 ступеней, чтобы подойти горе Синай. Несмотря на то, несмотря на это, мы говорим, что спускание Всевышнего на гору Синай, оно никак не связано с теми уровнями, которые мы проходим, поднимаясь вверх горе Синай. Оно никак не обусловлено, прошли мы эти 49 ступеней, не прошли, потому что спуск сверху вниз, Всевышний спустился на спускание на гору Синай никак не обусловлен нашим подъемом, нашим статусом, в котором мы находимся. И то, что Всевышний сказал, «Я Всевышний, ваш Бог», и это было слышно как бы на всех четырех сторон, это показывало то, что материальный мир по сути вынужден был делать то, что говорит Всевышний. То есть неважно, готов материальный мир или готовы люди к дарованию Тора, Всевышний спускается и дает Тору вне зависимости от нашего уровня готовности, спуск вверху вниз никак не обусловлен статусом нижнего. Для того, чтобы крестьянину подойти к царю, нужно много-много уровней и соблюдение этикеток, и замена одежд, и так далее, и так далее. Спуск царя к человеку, к крестьянину, он не требует отца ничего. И когда мы находим воскрешение из мертвых, как написано, спуск сверху вниз, сказали наши мудрецы, что у всех евреев есть и дело будущего в мире, что понятие воскрешения из мертвых будет относиться ко всем евреям. Это не как Ганеда, не как рай, в котором есть разные уровни, кто в каком уровне находится. а что к воскрешению из мертвых, когда сказано, что у всех евреев есть и дело будущего времени, в будущем мире есть, это не рай, а именно воскрешение из мертвых. То есть, почему у всех есть удел будущего времени, почему все воскреснут, потому что это спуск Всевышнего вниз. Не подъем каждого человека вверх, когда он приходит тот или иной уровень, духовный уровень, который называется словом верхний рай, нижний рай и так далее. А это спуск божественности вниз, раскрытие корня материального мира посредством спуска сущности Всевышнего в этот материальный мир. И в этом уровне совершенно не важно уровень, как бы статус душ, где они находятся. И когда сверху спускается вниз, статус нижнего не имеет значения. И это подобно тому, когда царь сидит в своем дворце, одетый в своей царской одежде и на голове корона, и весь народ находится за пределами дворца, и все просьбы людей приходят к чиновникам, чиновники приводят министрам, и эти министры передают уже царю. Потому что они сами не могут войти в дворец. Есть отдельные парламентарии и представители народа, которые удоставили, чтобы им дали возможность войти в дворец. и у них есть ограничения, докуда они могут дойти, до каких палат их допустят. До внешних палат или внутренних палат, или до комнаты самого царя, для почивания самого царя. А иногда происходит обратная история, когда царь готов открыться народу. Он выходит своего дворца и стоит в воротах своего дворца и открывается всему народу. И открывается тот самый царь, который находится без каких-либо преград, без каких-либо ограничений в царских одеждах и в царской короне. В своем великолепии, своей красивой он открывается всем. Кстати, похожий пример, который я приводил только что. И этот появление царя во всех одеждах в короне приносит трепет и страх народу, который полностью шокированный и полностью падает низ перед царем. Они не могут с ним нормально разговаривать и озвучить свои просьбы, потому что они полностью аннулированы перед царем полностью в трепете и в страхе и в очаровании царя. А есть еще другая форма раскрытия царя, когда царь одевается в простые одежды и говорит с людьми о простых их материальных заботах. Он пытается вникнуть в эти их проблемы и говорить с ними на их языке. И они обращаются к нему с просьбами, и он их реализовывает, он их удовлетворяет эти просьбы. И несмотря на то, что народ понимает, что это тот же самый царь, который непродолжительное время назад стоял в царских одежде в коронах, с короной на голове, на выходе своего дворца, несмотря на это, он сейчас одет простые одежды и говорит с ними о их материальных заботах. И то, что он поменял одежду и говорит с ними о заботе, позволяет обращаться к нему с просьбами. то есть то, что царь одет в простые одежде, это позволяет царю раскрыть его сущность перед народом больше, чем если он одет в царской одежде. и для чего царь одевает простые одежды и подходит к народу, потому что народ хочет с ним говорить и он хочет тоже говорить с народом и для того, чтобы народ с ним мог говорить он одевает простые одежды, то есть он сокращает дистанцию между собой и народом. И для этого он переодевается из царских одежды в простой одежде. Но когда нет царских одежд, и когда царь подходит к народу, то в этот момент раскрывается сущность царя, не его внешнее облачение, не его атрибуты царствования, а раскрывается сущность самого царя, его доброта, его близость своему народу, его внутренние качества. сама сущность царя. И подобно этому мы в духовных мирах. Дарование Торы – это раскрытие царя в своем великолепии и в своей красе. И это приводит к полному трепету и полному преклонению перед царем. Как написано, что при каждой из слов, которые доносились с четырех сторон от Всевышнего, у них вылетали души, их надо было возвращать снова назад, они как бы умирали от каждого слова, которое произносилось от Всевышнего, при том, как он говорил им заповеди. Когда человек исполняет заповеди после дарования Торы, то в этот момент происходит раскрытие Всевышнего, когда он одет в простые одежды, потому что заповеди одеваются в наш материальный мир, в одежды этого материального мира. И получается, что при исполнении заповеди после дарования Торы мы соединяемся Всевышним в том виде, в котором он к нам адаптивен, в котором мы можем с ним раскрывать его сущность в процессе исполнения заповедей. Потому что сущность Всевышнего находится внутри Торы, внутри заповедей. и в исполнении Торы и заповедей мы соединяемся с сущностью Всевышнего. То, что невозможно дойти до в процессе нашего духовного подъема. Именно в материальном мире, именно взаимодействии с этим материальным миром, в процессе исполнения заповедей, изучения Торы, мы по сути создаем сосуд для воскрешения из мертвых. То есть спускание сущности Всевышнего в наш материальный мир, в случае которого Всевышний адаптивен каждому из нас. Таким образом, есть, как мы говорили, два уровня. Подъем снизу вверх и спуск сверху вниз. То есть есть достоинство у каждого из этих приближений. Когда мы идем снизу вверх, то подъем у каждого согласно его сил, то есть согласно его служению, согласно его уровню служения. И во многом это связано с потенциалом его подъема, связано с корнем его души и с реальной его работой по служению. И это безусловно ценно. На другой стороны, есть преимущество спуска сверху вниз. Раскрывается сущности Вышнего в максимальной степени. И если мы говорим, что подъем снизу вверх это подъем материального мира до определенного уровня духовности, до которого он может подняться, то спуск сверху вниз это спускание облекающего света, спускание света некратного этому миру в этот мир. Он говорит, что есть недостаток ущерб, когда сверху опускается вниз, потому что он по-настоящему не может до конца соединиться с низом. Он находится в неком диалоге, в некоем приближении, но не абсолютно соединяется с этим, потому что он никак не связан с работой нижнего. Если человек выполняет заповеди внизу, он полностью одевается в эти заповеди, изучает Тора, Тора становится частью его. А когда царь спускается с ним, находится в каком-то диалоге, но между ними не возникает какого-то специального взаимодействия, потому что народ ничего не сделал для того, чтобы царь раскрылся. Царь находится в диалоге, а крестьяне находятся на том уровне, на котором он и был. Поэтому есть преимущество, когда человек поднимает снизу вверх. И поднимаясь наверх, он принимает внутрь эту духовность. А когда царь спускается вниз, то у них, несмотря на наличие диалога, есть разные статусы, разные уровни. И в этом смысле есть преимущество в понятии «и буду я проходиться внутри вас». То есть будет два уровня подхода сверху вниз и снизу вверх. То есть будет взято достоинство и первого, и второго случая, и подъема и спуска. И когда это упоминается вместе, подчеркивая вот одновременность подъема и спуска, то достоинство этого выше, чем каждое из этих действий индивидуально. То есть соединение подъема снизу вверх и спуска сверху вниз как единое событие, оно качественно отличается от одного из этих двух событий. то есть здесь в данном случае один плюс один не два. Один плюс один это десять. Соединение вот этих двух событий вместе, подъема и спуска, оно качественно выше, чем одно из этих действий. Давайте мы чуть разберем. Есть два вида, как мы говорили, движения снизу вверх и сверху вниз. При подъеме при подъеме снизу вверх человек впитывает себя, ну, как бы сказать, пропускает через себя все те уровни, на которые он поднимается, но и соединение с теми уровнями, которые поднимаются, оно кратного уровня подъема. Логично, да? А когда происходит спуск внизу вверх, то и давайте еще извините, закончим, когда подъем сверху снизу вверх, то человек доходит до какого-то уровня облекающего света. То есть он впитывает этот уровень облекающего света, он становится частью его, но определенные ступени, определенные, как бы, определенные, до определенного предела, до которых он смог подняться, он смог впитать в себя облекающий света. А когда происходит спуск сверху вниз, то облекающий свет спускается вниз, который не предполагает никакого подъема снизу вверх, но по-настоящему для того, чтобы этот облекающий свет мог быть впитан и принят тем человеком, который находится на своем низком уровне. У него не должно быть определенным уровнем чистоты и спускается более того, Рэбби говорит о том, что спускается очень высокий духовный уровень. И это духовный уровень, который не кратен вообще никаким духовным мирам, и тем более материальным миру. И для того, чтобы это облекающий свет, который не кратен никаким духовным мирам, он выше, чем он облекает все духовные миры, он над ними. И соответственно, для того, чтобы этот свет мог войти внутрь материального мира, требуется определенный уровень этого материального мира, чтобы он мог этот свет принять, акцептовать, сделать неотъемлемой частью этого материального мира, это будет в будущее время, когда будет этот облекающий свет раскрыт в нашем мире. И, как написано, этот свет будет раскрыт для всех, от малого до великого. Как написано, откроется земля знанием Всевышнего, как вода наполняет море. То есть, будет раскрытие этого облекающего света в этом материальном мире максимальной степени. будет полностью здесь раскрыт не в виде закрытого, недоступного света, а наоборот, раскроется как свет, который сегодня наполняет наш мир. Но Рэббит говорит здесь важный момент. Когда говорят мало до великого, подчеркиваясь, разница мало и великого. То есть, раскрытие облекающего света, оно не может быть для всех одинаково, потому что оно предполагает некий уровень того, кто этот свет получает, так как уровень всех немножко разный, соответственно, разный уровень проникновения этого света, облекающего света. И более того, он говорит, что спуск сверху подразумевает наличие неких уровней верха и низа, то есть и уровни раскрытия, которые не одинаковые внизу у этого верхнего света. так как облекающий свет в тольной форме является источником наполняющего света, то он, хотя не соединяется с сотворенными мирами, с наполняющим светом, является только лишь его источником. Вместе с тем у него есть какая-то связь с этим миром, тем, что он является его источником, поэтому когда он спускается в этот мир, то он в тольной форме кратен способности адаптировать и акцептовать этот свет теми предметами, которые он спускается. То есть уровень, духовный уровень человека является критерием объема этого облекающего света, который в него входит. а фраза «я буду проходиться внутри вас», она вообще не предполагает ни верх, ни низ. Она говорит о том, что верх и низ в этом случае становятся одинаковы. То есть это спуск не облекающего света, а спуск сущности Всевышнего. Это тот случай, когда 1 плюс 1 равняется 10, когда спускается свет, который не кратен ни понятию вверх, ни понятию низ, ни понятию способности как бы человека воспринять свет и соответственно объема принятия этого света. Спускается источник всех светов, то есть для которого совершенно без разницы, что верх, что низ. Такой уровень света, для которого, знаете, это как царь, для которого что крестьянин, что генерал не имеет никакого значения, для него это все народ, для него это все едино, потому что для него никакого развития в рангах тех, кто перед ним стоит. И для этого даже не требуется некая подготовка и очищение материального мира к тому, в котором будет какая-то каратность его принятия этого света. Не нужно, потому что она открывается во всем и везде. Это открытие будет при воскрешении из мертвых в будущее время. И открытие будет для всех одинаково. И понятие еш-нивра, то есть некий материальный мир, который чувствует себя автономным, как будто он сам по себе существует по законам природы, в нем откроется его истинная сущность, истинная божественность этого материального мира. То есть материальный мир абсолютно раскроет себе божественную сущность, божественную природу. То, от чего он сегодня пытается чувствовать себя автономно. И это произойдет при открытии сущности Всевышнего. Когда мы говорим в нашей молитве «Четыре восхваления Бога», «Нет сравнимого тебе», «Нет никого кроме тебя», «Ничто кроме тебя» и «Кто подобен тебе», это мы говорим в субботних молитвах. Вот эти четыре уровня, они подразумевают некие четыре уровня подъема. Нет кратного тебе, то есть нет в этом мире другого Бога. Нет никого кроме тебя, это в будущее время. Ничто кроме тебя, речь идет о приходе Машииха, нет подобного тебе, это намекается на воскрешение мертвых. Я не хочу это проходить, потому что это как бы разные, здесь, я не думаю, что, ну, давайте подчеркивать подчеркивать, что значит нет подобного тебе, что такое нет никого кроме тебя, это будущее время, ничто кроме тебя, это приход Машииха, то есть нет ничего подобного всевышнему, даже 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 что если есть что-то кроме всевышнего все равно тебе не подобно, она находится в битве или подставить тобой, то есть что совершенно не так, нет ничего кратного тебе в этом мире, нет подобного тебе превоскошение из мертвых, то есть эти фразы и нет ничего кратного и нет ничего подобного тебе. Ну, здесь говорит о том, что есть уровень раскрытия божественности когда есть наличие чего-то другого, но это не кратно, то есть некого божественного света, который подразумевает какое-то наличие чего-то еще. Есть раскрытие божественности, которая не предполагает ничего рядом с этим. Расскрытие сущности Всевышнего, которая не предполагает ничего никакого другого уровня, не облекающего свет, не наполняющего света. И поэтому сказано, когда я буду идти с вами с выпрямленной спиной, как мы говорили в комментариях, в два раза выше, уровень Адама, который был по Агадею, было 100 локтей в высота, а здесь будет 200 локтей. это работа совместно божественной животной души вместе. И в будущем будет соединение этих сил божественной души и животной души вместе. И соединение верха-вниза вместе за счет открытия сущности Всевышнего. И как мы говорили выше, что такого уровня не достигали ни как масса народа, ни так единичные люди в цельности, в полном смысле этого слова за всю историю. А в будущем будет именно такое раскрытие, которое полностью уберет понятие низ и верх и раскроет сущности в нашем материальном мире. Остался сущностной вопрос, это возможно сейчас и везде. Раскрытие этого света предполагает некий статус людей, при котором они раскрыли в себе сущность Всевышнего, открыли корень своей души. И да, мы понимаем, что это время, это что значит готово, возможно, в любое время, в любом месте. Такой уровень служения предполагает изменение природы мира, изменение природы человека. И это служение привлекает такой свет, который в корне меняет принципы сотворения всех духовных миров и материального мира. И неслучайно мы можем сказать, что этого не было, потому что, ну понятно, что этого не было, это не могло быть уйти, раскрытие сущности Всевышнего в том виде, в котором оно сказано в нашей главе, это некое изменение природы мира. Но очевидно, что форма служения, которая привлечет на нас элементы этого, как можно каждое время в каждом месте. И дай Бог, чтобы это было с нами наше время и с каждым из нас. Всем хорошей недели.